Здравствуйте, с вами Андрей Новиков и YouTube канал Проект Арома. Когда мы знакомимся с новым ароматом, то первое, на что мы обращаем внимание, это дизайн флакона. Сегодня мы поговорим о значении дизайна в парфюмерии и о главном человеке в мире парфюмерного дизайна Пьере Динани. Пьер Динан, человек, стоящий за дизайном более тысячи флаконов, многие из которых нам очень хорошо знакомы. Человек, превративший создание флакона в настоящее искусство, а дизайн в отдельную творческую дисциплину. Пожалуй, именно ему и обязана своим появлением сама профессия дизайнера парфюмерных флаконов. Вообще, значение дизайна флакона для аромата трудно переоценить. Именно флакон мы видим прежде всего на полке, если знакомимся с новыми ароматами. Новое мы ищем именно глазами. И красивый, привлекающий внимание, необычный, интересно выполненный флакон практически с гарантией заставит нас познакомиться с содержимым. Мы видим флакон гораздо раньше, чем аромат попадает в наш нос. И наверняка многие из нас знакомились с ароматом из-за понравившегося флакона. Также и наоборот. В магазинах мы наверняка долго ходили мимо совершенно замечательных ароматов, которые мы упорно не замечали, потому что невзрачный флакон никак не показывал то, что внутри у него действительно что-то интересное. И это неспроста. Человек воспринимает мир по большей части визуально, глазами. Поэтому в контексте нашей темы флаконы и упаковка выступают, пожалуй, самым прямым визуальным воплощением аромата и связью между глазами и носом. О визуальных рекламных образах мы говорить не будем. Это совершенно отдельная тема. Другая сегодня мы поговорим о биографии Пьера Динана, главного дизайнера парфюмерных флаконов на этой планете. С самого начала Пьер Динан мечтал о карьере скульптора, но отправился во французскую армию. Будучи лейтенантом, он много путешествовал, в основном по Азии, и в итоге оказался в Камбодже. Там он несколько раз смог встретиться с королем, а сам Пьер Динан служил в штаб-квартире войск Франции в Камбодже. Король помог Пьеру Динану, тогда еще очень молодому, устроиться в школу искусств, где он в итоге занимался археологией. Он занимался раскопками в огромном храмовом комплексе, посвященном богу Вишну. Этот период в своей жизни Пьер Динан называет одним из самых вдохновляющих опытов. После армии он работал в автомобилестроении, но недолго. После он устроился на химическое производство, и когда там собирались выпускать новый продукт на рынок, упаковка не понравилась Динану, и он предложил другую, новую. Это удалось, это сработало, что в свою очередь открыло Пьеру Динану дорогу в дизайн и рекламу. Пьер Динан был частым гостем в доме у Элен Раша, где смог познакомиться с Ивсен Лораном и Сальвадором Дали. В 1959 году он выполнил свой первый заказ, сделал флакон Мадам Раша. Тут ему, конечно, помогло знакомство с Элен, которая в то время управляла компанией Раша, принадлежавшей ее мужу. Первый опыт был таким удачным, что о Пьере Динане заговорили в мире парфюмерии, и он в итоге смог открыть свое собственное дизайн-ателье. И с тех самых пор у Пьера Динана не иссякает поток клиентов. К нему приходят и известнейшие дизайнеры, и модные дома, и малоизвестные нишевые бренды. В среднем цена на разработку уникального дизайна флакона в ателье Пьера Динана составляет порядка 50 тысяч долларов. Конечно, зачастую бюджет может быть сильно больше, когда разрабатывается сразу несколько версий флаконов для различных версий аромата, когда идет разная концентрация, разные объемы или фланкеры. Начинается разработка со знакомства с ароматом. В ателье его нюхают, внимательно слушают рассказ о концепции, легенду, и, конечно, учитывают все пожелания, мысли и идею по внешнему воплощению флакона. Динан зачастую сам разговаривает с клиентами, часто подолгу, изучая характер и психологию человека, с которым беседует, чтобы, как он сам говорит, лучше понимать то, чего клиент хочет, и иногда даже может угадать то, о чем мечтает его клиент, что помогает лучше сформировать и выразить творческий и эстетический замысел автора. Для Динана флакон — это прежде всего отражение внутреннего мира его клиентов, который, помимо воплощения в самом аромате, получает и свою материальную, более осязаемую форму. Процесс разработки занимает около года. Все это время сотрудники занимаются подбором материала, делают эскизы флаконов, выбирают цвета, формы, не только самого флакона, но и упаковки. Так что Pierre Dinan ответственен не только за флаконы как таковые, но и за то, в каком виде они продаются и как они упакованы. По мнению Динана, успех аромата — это все-таки совокупность факторов. Важна сама композиция, ее название, упаковка, финансирование и дистрибуция. И успех возможен только в случае, если все пять условий будут выполнены на высоком уровне. Даже если хотя бы один из этих элементов будет слабым, то никакого успеха аромату не видать. Pierre Dinan в этом плане очень повезло, как он сам считает, и ароматов со всеми компонентами успеха у него выходило огромное множество. А некоторые стали абсолютно легендарными. И не в последнюю очередь тоже благодаря флаконам. Вообще в работе художника важно не только вдохновение, но и трудолюбие. И в случае с Pierre Dinan и того, и другого там в избытке. Сам он говорит, что работает всегда. У него не бывает выходных или праздников, он всегда занят идеями, он рисует эскизы, он работает с материалами. При этом очень часто и много путешествует, встречается с заказчиками. И вообще очень много взаимодействует с миром моды, дизайна и творчества. Вдохновение Pierre Dinan – это его работа. Он искренне увлечен тем, что делает. Решать для него творческие задачи очень интересно. Сам процесс создания дизайна для него вдохновляющий. Так что тот успех, который преследует Pierre Dinan на протяжении всей его биографии, говорит о том, что упорный, искренний, с любовью к тому, что ты делаешь, труд будет обязательно вознагражден. Если говорить о труде, который делается с любовью, вообще любовь – довольно важная вещь в том, что делает Pierre Dinan. 45 лет он работает вместе со своей женой, которая является его главным ассистентом. И по его мнению, любовь – это самая важная вещь в жизни человека. А ароматы, в свою очередь, помогают ее выражать. Вообще, Pierre Dinan – это замечательный пример человека, который сделал любовь к красоте своей миссией и своей целью. И нам, в свою очередь, повезло, что сейчас доступны даже в массовом коммерческом сегменте такие произведения, сделанные настоящим мастером, честно, тщательно и с большим трепетом к своему дечу, которых, я напомню, у Pierre Dinan более тысячи. Рассказ о самых интересных и значимых флаконах от «Отелье Динан» – это сама по себе очень большая и важная тема, которой обязательно нужно посвятить отдельный выпуск, чтобы все внимательно рассмотреть и изучить, чем мы обязательно и займемся. Это была биография Пьера Динана. Расскажите в комментариях, о каких флаконах Пьера Динана вы бы хотели услышать в следующем выпуске. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. С вами был Андрей Новиков и YouTube-канал проект «Арома». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok